Всем ку, дорогие друзья, вы на канале Дарки, и здесь обсуждаем все то, что нельзя, но так хочется. И сегодня речь пойдет об очень интересной и зафорсившейся в последнее время в интернете теме истории любви Ивана Грозного и Федора Басманова. Что это вообще такое? Откуда это пошло? И насколько это является лишь домыслом любителей кинематографа? А сколько во всем этом на самом деле правды? Давайте же расставим все по полочкам и узнаем, какой на самом деле была история взаимоотношений этих двух легендарных личностей. Это будет интересно. Погнали! Итак, для тех, кто вообще в танке, кто такой Федор Басманов и почему его предполагаемое соитие с Иваном Четвертым так сильно привлекло к себе внимание? Начнем с истоков. В 1991 году на экраны выходит фильм «Царь Иван Грозный». Вот эта всем известная мордашка из тиктока как раз таки оттуда. Кто это такой? Это актер Дмитрий Писаренко в образе Федора Басманова. А это Иван Грозный. А это тоже кадры из этого фильма. Не наводит ли на сомнение интересные отсылки? Вроде бы исторический русский фильм про великого князя всея Руси. Но что же это? Нелепые вставки, которые не должны были быть столь заметны простому обывателю? Или кто же все-таки такой Басманов для Грозного? Умелый воин, опричник или царский любовник? Где кончается клевета и начинается история? Давайте разбираться. Федор Басманов – это сын воеводы Алексея Басманова. Он был одним из опричников Ивана Грозного. Его дата рождения доподлинно неизвестна, и впервые его имя упомянуто в разрядных книгах в 1562 году. В разрядные книги записывались различные государственные распоряжения, в том числе и назначения на военную службу. За свою недолгую жизнь он отразил татарское наступление на Рязань в 1564 году, за что был удостоен царем золотыми наградами. Также низложил митрополита Филиппа, а в 1569 году командовал опричными войсками на юге. Будучи сам невысокого происхождения, породнился с царским родом, женившись на конярне Сицкой, в браке с которой родилось два сына – Петр и Иван. А он сам получил чин кравчего и отвечал за стол и напитки царя. К слову сказать, не сохранилось ни одного рисунка или хотя бы чего-то отдаленно напоминающего истинную внешность самого Федора. Тот образ, от которого отталкивался режиссер Геннадий Васильев во время написания сценария для царя Ивана Грозного, скорее всего был взят с романа 1862 года «Князь Серебрин», автором которого является Алексей Толстой. В своем романе Толстой дает любопытные отсылки ко внешности некоего опричника. Вот прямые цитаты из его произведения. «Один из опричников особенно привлек внимание Серебряного. Тот был молодой человек лет 20 и необыкновенной красоты, но с неприятным наглым выражением лица. Одет он был богаче других. Носил в противности обычаю длинные волосы, бороды не имел вовсе, а в приемах высказывал какую-то женоподобную небрежность. Обращение с ним товарищей также было довольно странно. Они с ним говорили как сравны и не оказывали ему особенной почтительности. Но когда он подходил к какому-либо кружку, то кружок раздвигался. А сидевшие на лавках вставали и уступали ему место. Казалось, его берегли. Или, может быть, опасались. Сами современники Грозного еще при жизни упорно приписывали Басманову неоднозначную связь с царем. Откуда же пошли слухи об этом романе и что они под собой подразумевают? Виновником торжества следует считать князя Андрея Курбского. Бежав из Москвы в Литву, он вел оттуда переписку с Грозным, который ограничился лишь намеками на неких царских потоконников. Но позднее он написал историю князя Московского, который прямо называл Федора царевым любовником. Однако помимо Курбского были и другие свидетели торжества. По словам Шлихтинга, бывшего в то время при царском дворе, Федор пользовался особой царской милостью и подводил всех под гнев тирана. С его слов известна следующая история. Молодой князь Дмитрий Обленский-Овчин, племянник любимца великой княгини Елены, был казнен по одному известию за то, что поссорился с молодым Федором Басмановым, любимцем Иоанна, и сказал ему, «Я и предки мои служили всегда с пользой государю, а ты слушаешь гнусную садомию». Другой свидетель – немецкий авантюрист и опричник Ивана Грозного Генрих Штаден. Он в своих записках о Москве рассказывал, что одолжил Алексею Басманову денег, отказавшись взять залог. Далее с его слов. Узнав об этом, его сын Федор, тот самый, с которым развратничал великий князь и в годы опричнины был первым воеводой против крымского царя, обратился ко мне дружески. Поражает то единодушие, с которым эта троица упорно записывала Федора в любовники к царю. Несмотря на это, у Ивана Грозного было много жен. По одной из версий, их было около шести или семи, не считая любовниц, что достаточно сильно порицалось православной церковью. Сватался он и к английской королеве Елизавете I, впрочем, получил отказ. Радость милашки Федди. Так что в «Женах-любовницах» Иван IV недостатка точно не знал, в отличие от себя. Но что же насчет царских любовников? От большинства историков мы, скорее всего, услышим, на Руси такого никогда не могло быть. Все это влияние Запада и клевета иностранцев. Однако, это не так. Гомосексуальные связи существовали на протяжении всей истории во всех уголках Земли. И на Руси они также были далеко не редкостью. Вот, например, отрывок из сказания о Борисе и Глебе, произведение, входящего в детскую школьную программу. И вдруг увидели у стремившихся к шатру блеск оружия, обнаженные мечи. И без жалости принзвину было честное и многомилостивое тело святого и блаженного Христова-страстотерпца Бориса. Поразили его копьями окаянны. Видя это, отрывок его прикрыл с собой тело блаженного, воскликнув. «Да не оставлю тебя, господин мой любимый! Где увядает красота тела твоего, Тут и я сподоблюсь окончить жизнь свою! Был же он родом венгр по имени Георгий И наградил его князь золотой гривной И был любим Борисом безмерно!» И что, тоже клевета? Садомию, наравне с прочими грехами, активно порицала православная церковь в лице протопопа Сильвестра, который долгое время был наставником Ивана Васильевича. В своем послании царю он активно осуждал приближенных за садомский грех и излагал те обязанности и нормы, которым должен был соответствовать сам Иван. Правда, послание не возымело должного эффекта. Сильвестр позднее был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь. А вы бы как поступили, девочки? Но вернемся к Федору. Как же закончилась его история? По сообщению того же Курбского, когда отец Федора, Алексей Басманов, впал в опалу, то Федор собственноручно его убил, чтобы доказать свою верность царю. Однако его самого от смерти это не спасло. Ряд историков полагает, что Федор не был казнен, а был сослан в ссылку в Белоозеро. В пользу этой версии говорит то, что имя Федор не упоминается в Синодике Опальных, в отличие от имен его отца и старшего брата Петра. Синодик Опальных был составлен по приказу Ивана Грозного под конец его жизни с целью поминовения людей, казненных в годы его правления. Позднее академик Веселовский в одном из царских документов нашел запись о том, что по душе Федора царь пожертвовал 100 рублей, что по тем временам было весьма внушительной суммой. И, как вы понимаете, Грозный не жертвовал другим своим опричникам подобных почестей, и даже в половину таких. Чем объясняется эта исключительная заботливость царя о душе Федора Басманова, остается только догадываться, написал Веселовский. Что ж, друзья, по понятным причинам вы никогда не прочитаете настоящую историю Грозного и Басманова ни в одном из школьных учебников, и даже университетских. Но все мы понимаем одну простую истину. Все, что от нас так усердно пытаются скрыть, зачастую оказывается правдой. А вот как уже относиться к этой правде, решать только вам самим. Да и вообще, кто знает, сколько еще скелетов в радужных флагах пряжется в шкафу нашей родной истории. С вами была Дарки, увидимся в следующем видео, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня в просторах Ютуба. А еще подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, ссылку на который я оставлю в описании этого ролика. Там тоже много всего интересного. Аруар!